Всем привет! В эфире универновости о студии Данилы Васильев. Во время Великой Отечественной войны студенты, педагоги и ученые Казанского университета оказались в одном строю. Одни ушли на фронт, другие ковали победу в тылу. В этом сюжете мы расскажем о Эфиме Бушканце, профессоре, который прошел свой нелегкий жизненный путь вместе с вузом. Пережил вместе с ним трагические времена, но сумел сформироваться как истинный герой, профессионал и ученый. Первое открытие Эфим Бушканец сделал еще учеником Казанской школы. Найдя неизвестные материалы о студенте Льве Толстом в государственном архиве, позже он написал письмо в Московский государственный музей Льва Толстого и получил ответ от ученого-секретаря с серьезными рекомендациями для будущей научной работы. Поэтому выбор будущей профессии, можно сказать, был предопределен сразу. В 1940 году в университете был заново открыт филологический, ну не тогда факультет, а филологическое отделение. А в 1939 году было возобновлено историческое отделение в университете. И поскольку мой отец закончил школу с золотым дипломом, ну тогда это называлось золотым аттестатом, то без экзаменов он был принят в университет, и он стал первым студентом-филологом возобновленного филологического направления, как Аксаков когда-то был первым студентом Казанского университета, и он этим очень гордился. В 1940 году в Казанском университете после 20-летнего перерыва был воссоздан историко-филологический факультет. Тогда и начались студенческие годы на филологическом отделении. Проблем с поступлением не было. Ефим Бушканец, обладатель золотого аттестата, был принят без экзаменов. Уже на первом курсе он получил первое место и премию в 200 рублей за работу «Маяковский» и «Казань». В этот же период начался следующий этап жизни – фронт. Изначально он, как и все студенты, был послан на рытье окопов на предполагаемой линии обороны недалеко от Казани, а уже в конце осени призван. В итоге он прошел всю войну до конца. Ефим Бушканец служил в пехотных войсках. В должности старшины воевал на Калининском фронте, позже получил ранения под Ржевом и находился на лечении в Казанском госпитале. Старшим лейтенантом он продолжил службу и был комсоргом батальона в одной из частей на Белорусском фронте. Был награжден медалью за боевые заслуги и орденом Отечественной войны второй степени. Вы знаете, это такая иллюзия, как будто фронтовики любили рассказывать о том, как они воевали. Один раз только я с большим трудом выбила из папы какие-то фронтовые воспоминания, и мне их удалось записать, я уже была достаточно взрослая. В 1942 году Ефим Бушканец оказался на Калининском фронте под Ржевом. Тогда новобранцев подвозили на поездах, которые останавливались практически у линии фронта. Эшелоны бомбили один за другим, потом все бежали по полю без строя. Ефим Бушканец упал и увидел в небе низколетящий самолет, в котором сидел молодой летчик-немец. Боец успел прикрыть рукой голову, поэтому его ранили только в локоть. После этого он шел назад как мог, наткнулся на избу и уснул там, не подозревая, что живыми были только он и крысы. Вскоре он дошел до железной дороги, где ехал санитарный поезд. Шанс сесть в него был только у тех, кто мог ходить сам. В итоге ему повезло, и по случайному стечению обстоятельств его отправили на лечение в госпиталь в Казань. После выписки он был вновь отправлен на фронт. Папа рассказывал о том, что он оказался на Калининском фронте. Это был тогда город Калинин, Ржевское направление, нынешний город Вель. И самые страшные воспоминания были связаны с тем, что их бросали в бой совершенно неподготовленных. И подходил поезд, там был овраг, первый эшелон. Практически все полностью, те, кто прибыли в этом эшелоне, они были убиты. И овраг стал ниже, потому что вообще форсировать овраг, это была какая-то совершенно глупая история и непродуманная со стороны начальства. Потом подошел следующий эшелон, и овраг стал еще меньше. А вот третий эшелон, он уже прошел практически по ровному пространству, и смогли они двигаться дальше. Ефим Бушканец не забывал и про научную и культурную деятельность. Еще студентом он начал работать в Государственном музее ТАССР и занимал там ответственные должности. Постепенно он стал известным краеведом. Его путеводитель по Казани был настольной книгой для экскурсоводов и музейных работников. Вскоре после защиты докторской диссертации в Пушкинском доме в Петербурге, Ефим Бушканец был приглашен в Казанский государственный педагогический институт в качестве заведующего кафедрой русской и зарубежной литературы, где и проработал до конца своей жизни. Папино влияние, конечно, всегда было очень сильным. И я бы сказала, что я так хожу по кругу, как бы продолжая семейные традиции. То есть папа, например, 20 лет проработал завестителем директора национального музея. Тогда это был Кривический музей ТАССР. И я вот сейчас тоже оказалась здесь на работе в этом музее. И он занимался творчеством Толстого, например. И я продолжаю заниматься жизнью творчеством Толстого. Поэтому все то, что он делал для города, для республики, все это я пытаюсь продолжать. На кафедре Ефиму Бушканцу удалось создать мощный профессиональный коллектив ученых и педагогов. Его труды известны далеко за пределами Татарстана. Он оставил свой след не только в науке и образовании, но и в момент, когда Родина больше всего нуждалась в помощи. Карина Саяхова, Кристина Отекина, Тимур Ахметов. Универновости. Далеко не секрет, что у каждого из нас есть свой запах. Уникальный аромат, обусловленный летучими веществами, которые непрерывно образуют человеческий организм. Но не все знают, что он пронизывает все ткани человека от крови до костей. Поэтому, в отличие от отпечатков пальцев, запах нельзя стереть. В криминалистике альфакторные следы играют важную роль в раскрытии преступлений и поиске улик. Обнаружение и анализ таких запахов могут быть критически важными в процессе расследования преступлений. Исследование запахов следов человека входит в перечень видов судебных экспертиз и носит название альфакторной экспертизы. Данный метод анализа считается одним из самых точных и надежных. Альфакторная экспертиза проводится уже более 40 лет, но по-прежнему считается довольно редкой. Ее развитие началось в середине 60-х годов XX века и связано с именем выдающегося советского криминалиста Абрама Винберга, который в 1965 году ввел понятие криминалистическая адерология и предложил способ консервации запахов, заключающийся в их собирании на месте преступления и хранении. Дело в том, что о таких следах говорили очень давно. Достаточно вспомнить собака, след, работа собаки по следу. Это ведь тоже след запаха. Другой вопрос, что в XX веке, в XXI веке эти возможности стали гораздо шире. То есть речь идет уже о том, что эти следы можно обнаруживать, можно фиксировать, изумать и использовать доказывания. Основными объектами, носителями альфакторных следов человека являются волосы, следы крови, сухие пятна, ношная одежда, обувь и различные предметы. Для их обнаружения и сбора используются специально подготовленные собаки и наборы внешне однообразных альфакторных объектов, позволяющие по реакциям биодетекторов выявить в исследуемых пробах запах. Важно учитывать, что субъектом исследования является не собакодетектор, а специалист. Животное служит инструментом в руках экспертов. Вспоминая студентов, что их больше всего забавляют, и на лекциях это своеобразная передышка, это когда показываешь биодетекторы, это собаки, которые используются для решения задач как раз идентификации по следу запаха. Есть, естественно, техническая составляющая, есть программно-аппаратные средства, детекторы, сенсоры, которые в этой области создаются, используются, но до сих пор биодетектор в виде друга человека, собаки используется. Ну, самая реакция студентов интересная, когда они видят, какие миниатюрные собаки могут использоваться для решения этой задачи. Ну, а так, это дрессура, это процедура для собаки, процедура, которая юридически продумана, юридически выверена, чтобы снизить вероятность ошибки, ведь собаку, как в отличие от другого эксперта, человека допросить нельзя, и как она сработала, почему она сработала, здесь просто-напросто включается знание теории вероятности, как можно минимизировать риски ошибки. Альфакторная экспертиза включает в себя несколько этапов. Вначале над сухим предметом, носителем запаха, один-два раза распыляют воду, так как легкое увлажнение способствует выделению пахучих средств. Затем предмет в местах предполагаемого нахождения альфакторного следа обертывают лоскутом байки, а поверх нее фольгой в два слоя, которую тщательно обжимают для обеспечения плотного контакта ткани с предметом не менее чем на один час. Следующий этап – упаковка в чистые стеклянные банки и передача их в лабораторию. Извлечение пахучих веществ со следов крови и предметов, предположительно принадлежащих преступнику и изъятых при производстве следственных действий, происходит непосредственно в лаборатории. Даже из тех предметов, которые казались бы уже очень давно, уже в помещениях для вещдоков хранятся очень давно, но если они хранились правильно, можно выделить. И было несколько резонансных дел, раскрытия, убийства. По тому, что осталось в вещдоке, выделялся запах, и этот запах потом использовался для идентификации тех, кто попал в круг подозреваемых, и задача решалась успешно. То есть преступления раскрывались и 20 лет, и 15 лет. И это было очень неожиданно для тех, кто совершает преступление, потому что они считали, что они сделали все для того, чтобы исключить риски установления. Это как раз касалось и отпечатков пальцев. Сейчас, по-моему, любой школьник знает, что нужно использовать для того, чтобы удалить отпечатки пальцев, если вдруг даже они где-то остались. Знали и о генетической экспертизе, молекулярно-генетических исследований, ДНК-профиль, что можно сделать, чтобы, опять же, минимизировать риски оставления. А вот выяснилось, что альфакторная составляющая криминалистики работала на благо правосудия, и это было для них неожиданно. С внедрением новых методов альфакторной экспертизы появились новые возможности расследования дел прошлых лет. Если исследование ДНК с течением времени становится невозможным, из-за деградации клеточных ядер и хромосон, то запаховые следы сохраняются намного дольше, и их анализ позволяет решать идентификационные задачи спустя много лет. Кристина Отекина, Николай Суховский, Универ Новости. По статистике, сейчас на Земле более 50% людей имеют карие глаза. Ученые утверждают, что 10 тысяч лет назад на нашей планете все люди были кариоглазами. Генетики заметили, что ген кариоглаз является самым сильным. Он побеждает гены, которые отвечают за голубой и зеленый цвет глаз. Однако все не так просто. Как казалось, кариоглаз по сути вообще не существует, а все люди на самом деле голубоглазые. Радужная оболочка и угла падения лучей цвет может стать другим. Сама оболочка состоит из двух слоев. Передний слой называют мезодермальным, а задний – эктодермальным. Первый отвечает за то, какой оттенок принимают глаза. Чем больше там концентрации меланина, тем темнее глаз. В переглазах людей на планете больше, в основном 80%. Где-то 8-10% счастливчиков голубоглазых, 2% зеленые глаза. Бывает еще такая особенность, как гетерохромия. То есть по-разному откладывается количество пигментов правым, левым глазом. И поэтому люди бывают с разными глазками. Один глаз голубой, другой зеленый, например, или голубой и коричневый. Бывает еще у нас альбиносы. Есть такая категория людей, где у них и светлая кожа, и светлые волосы, брови, ресницы. Потому что отсутствует или практически отсутствует количество пигмента меланина в организме. И, соответственно, когда солнечный свет попадает на радужку, она, вернее, в глаз, то свет отражается от тонкой сетчатки, под которой находятся крупные сосуды, и глаза кажутся красными. Длительное время ученые изучали природу цвета человеческих глаз. В результате длительного исследования выяснилось, что у голубоглазых практически отсутствует пигментация верхнего слоя радужки. Из-за этого она отражает больше света, чем поглощает. Отраженные световые волны короче, поэтому они воспринимаются людским зрением, как голубой цвет. У кореглазых же этот слой сильно пигментированный, что позволяет радужке поглощать больше света. Из-за этого она и кажется темной. Однако нижняя часть радужки и у кореглазых, и у голубоглазых, и у зеленоглазых, и у сероглазых полна меланина. Это означает, что все мы по факту обладаем коричневыми глазами, и под синей радужкой скрывается темный цвет. Цвет глаз меняется, во-первых, при рождении. Доказано, что уже свыше 80% детишек рождаются голубоглазыми. А потом в течение нескольких недель, месяцев увеличивается отложение пигмента в радужке, и в зависимости от этого формируется тот или иной цвет радужки. То есть, например, сероглазые детки уже к году определились все, что они остаются сероглазыми. Дальше количество пигмента меняется, и синеглазые детки у нас примерно к полутора годам уже остаются синеглазые. Те детки, у которых корей глаза, немножечко со временем увеличивается количество пигмента, и к трём годам формируется уже основной цвет. Но нужно отметить, что пигмент в глазу, он только коричневый. Его не бывает ни зелёного, ни синего, ни голубого. То есть, просто от того количества, которое пигмент откладывается в радужке, вот от этого формируется цвет радужки у нас. Все люди, по сути, кореглазые, а оттенки радужки – это игра света, которая зависит от пигментации её верхнего слоя. Изменить её можно, однако не стоит забывать, что все цвета уникальны по-своему, и каждый имеет право на существование. Елизавета Газизянова, Карина Саяхова, Резида Каримова, Тимур Ахметов, Универ Новости. На этом всё. В студии был Данил и Васильев. Сюжеты из выпуска сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова